60-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии открывается сегодня в Вене. В этом году научный форум будет посвящен использованию ядерных технологий для достижения целей устойчивого развития. В Венском международном центре также откроют свои экспозиции около 20 стран. На белорусском стенде будет представлена информация о ходе реализации проекта по сооружению первой в стране атомной электростанции, актуальном состоянии дел на площадке строительства, работе информационных центров по атомной энергии в Минске и Островце. На этой неделе в Беларуси вводятся безналичные субсидии для частичного возмещения платы за жилищно-коммунальные услуги. Согласно президентскому указу, на такую поддержку могут рассчитывать семьи, где оплата ЖКХ превышает установленный процент от совокупного дохода. Для горожан это расходы более 20%, для сельской местности более 15% совокупного дохода. Инвалидам и пенсионерам субсидии будут предоставлять автоматически. Остальным гражданам нужно обратиться в соответствующие инстанции. Ожидается, что жилищными субсидиями смогут воспользоваться около 400 тысяч белорусских семей. Ежедневно в стационары Беларуси попадают и десятки малышей, которые проглатывают монеты, щелочные батарейки или пуговицы. В Минске провели республиканский семинар для медиков, где учили, как спасать детей в подобных случаях. В семинаре приняли участие 340 специалистов – педиатров, фельдшеров, врачей скорой медицинской помощи, рентгенологов и хирургов.